Чего испугался Путин и кто теперь боится его? Будем говорить прямо сейчас. Ирина Узлова, меня зовут. И со мной Ольга Курносова, российская оппозиционерка, а также политический аналитик. Ольга, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте. Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, большой друг Украины, книжку написал, мемуары Unleashed, цитирует фрагменты его мемуаров издания The Times. Там речь идет о том, что Джонсон пытался отговорить Путина, чтобы тот начинал полномасштабную войну против Украины. Но Путин был очень обеспокоен возможным запуском ракет НАТО по Москве. Ничего не меняется. В общем, градус сумасшествия на месте, собственно говоря. Джонсон ответил, что никто не предлагал даже размещать ракеты НАТО на украинской земле, но Путин постоянно возвращался к этому вопросу. Он говорил, что не потребуется много времени, дабы ракета, запущенная с территории Украины, поразила Москву. В какой-то момент, говорится в мемуарах экс-премьера Британии, он сделал своего рода еще и жутковато-шутливое замечание о риске просчета непреднамеренного обмена ядерными ударами между Россией и НАТО. Эта уже глубоко запущенная болезнь прогрессировала еще до начала полномасштабного вторжения. Каких ракет НАТО боялся Путин? О чем вообще речь? Я хочу отметить, что сегодня ракеты НАТО точно будут стоять, если не в Финляндии, хотя это достаточно вероятно, то в Швеции точно. И вот сколько они полетят уже от Финляндии, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, им лететь даже и меньше, чем от Украины. Так что я не знаю, чего он там боялся, но получил ровно обратное, как это очень часто с Путиным бывает. Как говорил гениальный Черномырдин, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, это вообще так можно говорить про Россию почти всегда. Но у Путина это просто прогрессирующая история, когда в результате его борьбы с чем-то это самое что-то падает ему прямо на голову в стократном размере. Да, ему в детстве, видимо, что-то на голову упало, прости господи. Ольга, и тут я подумала, читая эти фрагменты из мумуаров Бориса Джонсона, ждем в полном объеме, интересно, конечно, было бы просчитать, мягко говоря, личность более чем яркая. Подумала, а мог ли вообще кто-то отговорить Путина от полномасштабного вторжения извне, из геополитических или союзничков его, или западных демократик, которые постоянно бомбят его всю жизнь тоже с детства, или внутреннее окружение? Как полагаете, кто-то пытался и почему все-таки совсем не вышло? Не знаю даже, пытался или нет. Мне кажется, что всех затянуло в эту воронку. Каждому хотелось разогревать его в своих каких-то бредовых мыслях и таким образом продвигаться по карьерной лестнице, получать какие-то дополнительные доходы. Чем красивее люди говорили что-то, что ему нравилось, услышать, тем больше ему хотелось с ними разговаривать, взаимодействовать. И вот его самое близкое окружение, тот же Юрий Ковальчук, тот же Николай Патрушев, но мы знаем, что они вполне себе его поддерживали во всех этих совершенно маразматических представлениях на окружающую действительность. То есть нормальный человек, казалось бы, глядя на то, что происходит в мире, видит совершенно другую картинку. Но Путин, глядя на то же самое, видит, что люди ходят кверх ногами, и Земля вот-вот наткнется на небесную ось, а Луна упадет на Землю. Вот это его картина мира, и она только прогрессирует. Да, и, к сожалению, это все ощущаем мы, да и вообще цивилизованный мир в целом. Как вы полагаете, сейчас появляются ли какие-то изменения в окружении Путина? Понимание того, что пусть угледар и взят, конечно, стерли его, три года почти брали, взяли, да, очень гордится этим Путин. Но дальше то продвижение будет более чем сомнительное. В издании на днях пояснительные записки, что-то такого рода, выходит, значит, статья, в которой говорится о том, что будем уничтожать государство Украины. И российская элита не верит в скорое окончание войны. И Путин перестал рассматривать возможность мирных переговоров. И те говорят, что будут бомбить, пока нас просто полностью не уничтожат. А где у них уверенность, что у них это получится? И неужели они не видят, что все-таки, когда будет решимость западных стран уничтожить Россию, то им нигде не спрятаться? Ну, с одной стороны, действительно, не будем забывать, что идут параллельные другие переговоры, да? А разрешение бить, наконец, с атаком сами и шторм-шеду. И буквально вчера вышла статья, которая прям пересчитала, сколько военных целей можно поразить, если ударить атаком сами, а сколько можно поразить, если ударить шторм-шеду. И ежу понятно, что если и когда такие разрешения будут даны, то и логистика российских войск сильно пострадает, и возможности доставлять вооружение к линии фронта резко сократятся. Да и вообще все будет иначе, потому что даже те же самые военные аэродромы, которые придется очень далеко-далеко отодвигать от линии фронта для того, чтобы уже долететь, там нужно будет и в воздухе дозаправляться, что только не придется делать. Хотя, собственно, нефтебазы тоже страдают. Поэтому вот мы уж сколько с вами говорим о ключевом характере вот этого самого разрешения на удары по военным объектам на территории России. Но мне кажется уж, рано или поздно все-таки такое разрешение будет дано этим президентам Соединенных Штатов или последующим. Ну, какой-то из них уже все-таки на это согласие даст. Да, хотелось бы, конечно. Ну, вот Джонсон, кстати, в тех же мемуарах говорит, что если бы Трамп был президентом Штатов на тот момент, то Путин не рискнул бы начать полномасштабное вторжение в таком духе. Трамп не один раз об этом говорил. А почему такая уверенность в этом? И базируясь на чем они делают выводы, если у него просто же стопа в голове уже давно нет, и вот эти маразматические имперские амбиции, мне кажется, вообще не зависят от того, где какая власть была бы в других странах. Стопов-то в голове нет. Но он прекрасно понимает, что у других стран эти красные линии есть. И он прекрасно понимает, я имею в виду Путина, как действуют демократические администрации, кстати говоря. Поэтому он много раз говорил, что и Байден его в качестве президента устраивает, и Камала Харрис его в качестве президента устраивает, потому что он понимает логику действия демократической администрации. А Трампа он, конечно, опасается, потому что мы все прекрасно помним, что именно при Трампе Украина получила первое летальное оружие, тогда это были джавелины, и что мог бы сделать Трамп, увидев Бучу или Ирпень, я думаю, не только мы не можем предвидеть, но и Путин больше всего боялся бы, что Трамп совершенно непредсказуемый, и он вполне мог бы отдать команду. Да давайте мы уже по этому бункеру треснем, да, мы же знаем, где это находится, давайте мы один разочек конвенциональным оружием, даже не надо никакое ядерное, просто по бункеру шарахнем, и все, и сразу будет всем легче жить. Для того, чтобы принять такое решение, нужно иметь определенную безбашенность вот в голове, да, и у Трампа она есть, именно поэтому Путин его боится. А полагаете, она у него может сохраниться и даже после того, как он придет к рулю Белого дома, и насколько действительно в Кремле опасаются непредсказуемости Трампа и его частого расхождения заявлений до какого-то события, потом после, и действий на самом деле в реальности? Абсолютно, потому что когда игрок системный, все знают, что ты говоришь А, потом идет Б, потом идет В, а расстояние между Б и В, такое-то расстояние между В и С вообще может быть каком-то бесконечно долгим, и вот можно это все затягивать и разговаривать, какие-то бесконечные разговоры, а потом выйдет Венц и скажет, да вы что, да Путин сейчас ядерный удар нанесет, давайте будем все бояться одновременно, и будем его гладить по головке и говорить, что да ты что, Вовочка, да ничего не будет, Вовочка, сиди спокойно в своем бункере, Вовочка, только не нажми на красную кнопку. Вот так оно устроено, а в случае Трампа ситуация может быть другая, да, и вот понять, что это же бизнесовое мышление, да, что тот, кто, если ты понимаешь, что схватка неизбежна, всегда надо быть первым. Это закон бизнеса, это закон, я не знаю, бокса, это закон любого соревнования, это закон противостояния любого. И вот Байден, Трамп со своим бизнесовым мышлением, он может поступить именно так, если он понимает, что никак с Путиным не справиться, ну, значит, нужно смахнуть эти фигуры со стола, и надо, чтобы Путина больше не было. Это что ж, получается, не Таньяху может сразу ликвидировать, а он Трамп не может, что ли? То есть он что, как бы слабее? Нет, так это неправильно. Я вот тут уже не единожды вспоминаю на протяжении последних месяцев одну из басен ЗОПа, мальчики, который кричал волки, и вспомнила ее не только я, вспомнила ее и издание Тайм. Журнал Тайм пишет о том, о чем говорим и мы, что Запад давно перестал бояться вот этих красных линий, ядерных угроз, ядерных бубенщиков Путина, и уже заявления, которые никого не пугают. И Роберто Митцоло, Европарламент, говорит, что это типичная реакция, постоянная угроза того же Володина, о том, что сарматы, которые никуда не вылетают, долетят до Страсбурга, как будто бы ядерный шантаж Путина не работает и на Данию. Премьер-министр Дании Мэтта Фредериксон тоже говорит она об этом, что Путин демонстративно это все делает, но мы уже как бы не боимся. А что же теперь будет кричать Путин, Володин, Медведев, где же это их ядерка, то они Курской АЭС там сами бомбят, то чем-то угрожают переписывая этот ядерный документик, и где же они могут им подтереться? Но у них ничего не осталось. Единственное, что у них осталось, это возможно, они рискнут все-таки где-нибудь на новой земле, что-нибудь рвануть и сказать, вот, видите, вот вы думали, что у нас арматы взрываются в шахтах и никуда не вылетают, а все равно ядерное оружие есть, и вот смотрите, мы можем его взорвать, и вот тут даже белых медведей мы убили, потому что они все от радиации умерли, да, ну вот хорошо. Вы истребите какое-то количество белых медведей, вы устроите переполох в Норвегии, и Швеции, и Финляндии, которые побегут мерить состояние воздуха, будут бегать со счетчиками Гейгера и так далее. И, ну так может быть, в этой ситуации наоборот, вот это понимание, что есть один сумасшедший, который всем угрожает истреблением всей планеты, и надо что-то с ним делать коллективно, что-то с ним делать, потому что никто ни о чем никак с ним договориться не может, просто потому что с ним нельзя договариваться, просто потому что он никогда свои договоренности не выполняет, а не потому что он может кого-то чем-то напугать. Вот мне кажется, что даже попытка провести испытания ядерного оружия, кроме как понимания, что с этим маньяком надо что-то делать, вот иначе никаких решений не будет. Однозначно, ничего у них уже не осталось, но, тем не менее, они пытаются показывать велич и мощь свою хотя бы чем-то, но в это уже действительно никто не верит. Но и это еще не все угрозы, конечно же. Александр Бортников, директор ФСБ, говорит о том, что страны Балтии и Молдова могут быть втянуты в войну с Россией и просто угрожают им такие. Но мы знаем, что Молдова это вообще очаг, где Путин без конца и без края тоже использует всякие провокационные методы и пытается раскачивать там ситуацию, дабы создать очередной очаг конфликта. Страны Балтии, Беларусь также задействована в провокациях на границах. Это тоже какие-то от Бортникова теперь звучат угрозы или даже, возможно, анонсы того, что и дальше Россия будет в гибридном виде, на самом деле, проводить войны против этих регионов. Это просто Бортников говорит, не надо меня отправлять на пенсию. Я хоть старенький, но я еще... Я могу даже какие-то слова говорить и какими-то угрозами разбрасываться. Потому что посмотрите на эту геронтократию кремлевскую. Матвиенко, который, бог знает, сколько лет, Бастрыкин, которым управляли до бесконечности возможность сидеть на посту председателя Следственного комитета, Бортников, да уже далеко не в юноша. И как-то им нужно оправдать себя, что вот мы хоть и стариканы, но вот мы что-то еще можем. А что они могут-то? Они могут только пытаться угрожать всему миру. Да, вот эти сумасшедшие стариканы, которые уселись на всякие властные посты в России, и пытаются поставить весь мир на колени и этому самому миру угрожать. Да, хочется спросить, что же это ковид по всяким пожилым людям ударял, а что же этим-то ничего не делается все никак? Когда же до них-то эта старуха с косой-то доберется? Не пора ли уже как-то ей заняться омоложением кремлевских коридоров? Давно пора. Ну вот это скорее такая внутренняя борьба за выживание, чем реальные угрозы. Хотя, конечно, на месте Молдовы и стран Балтии я была бы очень и очень внимательна, потому что мы знаем, что вот эти гибридные атаки, вот это количество всяких шпионских сетей и этих пророссийских активистов в этих странах, оно реально большое. И что самое главное, понимаете, когда пытаются с этим бороться, плескивают обычно с водой ребенка, да, начинают просто грести подряд всех русских в то время как, ну, я понимаю, что, наверное, учить неправильно, но можно дать совет. Если бы президентом был я, я бы все-таки использовала в том числе знания самих россиян, ну, известно антивоенно настроенных и антипутинских про других россиян, про которых, конечно же, все понятно. И понятно, кто реально может составлять угрозу для страны, а кто, наоборот, может только помогать. В борьбе с путинским режимом. А насколько, действительно, Ольга, как вы полагаете, может Путин использовать Молдову для открытия второго фронта? Насколько нестабильность там может перерасти во что-то большее? Молдову утверждают, в частности, что Россия направляет миллионы на то, чтобы мешать ее пути в ЕС и не только. Ну, мы понимаем, что там, во-первых, есть пропутинские силы и политические, как мы знаем, да, и просто люди, которые там с симпатией относятся к своему, я не знаю, советскому прошлому или к чему-то еще, или у кого родственники находятся в Приднестровье, или кто просто сидит на зарплате. То есть я думаю, что украинцы прекрасно знают, как устроены эти пророссийские сетки. То есть просто кто-то хочет легких денег, их получает за какие-то там посты где-нибудь. Кто-то реально является какими-то там спящими ячейками шпионскими. Да, и вот это все друг с другом связано. И, как мы понимаем, в сегодняшней информационной ситуации, даже если есть один процент вот таких активных людей, которые везде пишут, это может дестабилизировать информационную ситуацию. Да, живет Путин для того, чтобы просто везде войны распространять и масштабировать. Но мы уже упоминали, почему нельзя просто по бункеру влупить, даже не ядеркой, да, обычным оружием. Но переживая теперь, после того, как влупили по бункеру Хасана Насралы и в самом Кремле, Бортников не только угрожает другим странам, но и говорит, что нечто угрожает им. В Кремле переживают, что подрывы пейджеров, рации и другой техники группировки Хизбала в Ливане несут прямую угрозу покушений на представителей власти прям во всем СНГ, сказал директор ФСБ Бортников, чтобы не показать, что штанишки у них только намочились от этого. А насколько действительно они там перепугались, видя то, что происходит сейчас руками израильской разведки и мести в Ливане, и не только лишь. И насколько, на самом деле, этот испуг будет длиться недолго, когда они видят нерешительность тех же наших партнеров и союзников во многих других вещах? Тут о чем говорить? Касательно дальнобойности, лодка так долго сильно куда-то запрягается, то кто же примет на себя политическое решение ликвидировать Путина в бункере? Я в это вообще уже не верю. Ну, вера должна в нас жить всегда, поэтому, может быть, все-таки кто-нибудь и появится, кто это политическое решение примет. В конце концов, мир будет очень благодарен человеку, который это реализует. Кстати говоря, вот меня все время удивляло, почему такая маленькая награда, я уж не помню, кто ее объявил за голову Путина, на миллион долларов, но это даже как-то несерьезно, товарищи. Ну, как-то вы уже это потрясите своими машинами, да, все-таки как-то выставите более серьезный какой-то приз, а то это даже вот как-то не о чем говорить. Да, Бортников волнуется. Вопрос же даже не в пейджерах, наверное, пейджеров-то не то, чтобы у них много, хотя и у того самого предыдущего президента Ирана, который погиб в вертолетной катастрофе, тоже был такой же пейджер. Ну, там же не только пейджеры, там же еще какие-то радиопередатчики, даже какие-то ноутбуки. И вот это, я думаю, их напрягает очень сильно. До такой степени напрягает, что, видимо, под влиянием этого ПСБ ускоренными темпами готовится отменить решение о признании Талибана террористической организацией. Ну, действительно, дружеская организация, ну, какой же террорист? Тем более, ну, если сама Россия себя ведет как террористическое государство очень часто, почти всегда, то, наверное, можно Талибан признавать террористами. Да нет, конечно, это большие друзья и помощники России. Поэтому в ближайшее, я думаю, время вот это неправильное решение считает Талибан террористической организацией отменить. Ждем. Да, они, конечно, они же всегда их ждут, они там ездят чаще, чем зубы чистятся именно в Россию. Их рады видеть на всех великих, как они думают, геополитических событиях. Тут, кстати, саммит БРИКС намечается 22-24 октября. Эрдоган даже говорит, что решила позориться, точнее, поехать на этот саммит по своим, понятным, финансовым причинам. И не только лишь, чтобы тоже подоить Путина попользоваться. И вот не за того года этого саммита в начале октября какие-то планы, ковер в аэропорту Казани и не только. Нижний Камс тоже неспокойно. Там вообще же в Татарстане завод шахетов, которыми Путин нас убивает. А туда, в Казани, собирается саммит БРИКС. Почему не боятся дружки Путина ехать туда? И насколько действительно это событие может иметь влияние не только на развитие их, так сказать, экономических связей, политических, но и военных в частности. Я думаю, не просто так эта сходка собирается Путиным. Ну, конечно, не просто так. Я думаю, что они сейчас туда перетащат какое-то количество всяких различных установок ПВО. Там панцири понаставят везде, чтобы, не дай бог, никто-то куда-то не прилетел. Как в Алабуге, где действительно делают шахеды, очень хорошо прилетело и никому не показалось. Ну, а так-то, конечно, в Казани, в Бухоно довольно-таки много денег. И Казань сейчас действительно чистый, красивый город. И они случайно, они именно туда всех тащат. Ну, а почему саммит Брикс... Причем Путин не понимает, что если Брикс разрастется до какой-то серьезной структуры, то не он, совсем не он будет там главным заводилой. Главным заводилой там будет председатель СИ. А Путин бегать на подтанцовки и подносить ему за них, носить какой-нибудь, я не знаю, там стульчик, бутылочку водички или еще что-нибудь. Ну, на что еще может гориться Путин? Чемоданчик. Да-да, или апахало будет. Ну, и не только лишь СИ. Возможно, и та же Турция и те, кто будут там принимать участие в этом саммите. Но Путин же считает, что он для себя какую-то выгоду получит. А на что он все-таки может рассчитывать, из кого получить? Ну, рассчитывать он может только на то, что кто-то еще будет у него скупать по дешевке энергоресурсы. Больше не что еще-то от него нужно. Больше ничего. Но надо понимать, что с тем все возрастающим военным бюджетом, с теми ставками реферонансирования Центрального банка, которые есть сегодня на сегодня, у России с экономикой все очень и очень плохо. И как только цены, мировые цены на нефть обрушатся ниже 50 долларов за баррель, так и фронты наступят российской экономике от слова совсем. Потому что себестоимость добычи нефти сегодня не осталось таких хороших месторождений. Там все новые месторождения не разрабатываются сегодня в России, а в основном старые, в которых уже нефти-то почти нет. И она очень дорогая, 45 долларов за баррель себестоимость. Поэтому еще немножко... Почему они так Трампа боятся? Потому что у Трампа мысль не просто там с санкциями давить. Нет, он считает, что нужно так же поступать, как поступали, ударяя по Советскому Союзу, ронять цены на нефть. Насколько выдержал Советский Союз упавшие цены на нефть? Совсем недолго. Но точно и так же и сейчас Трамп говорит, нет-нет-нет, надо договариваться с ОПЭК, и надо ронять цены на нефть. И тогда Путину придет конец. Поскорее бы, конечно, хотелось бы, да. Неужели невозможно бы сделать цены пониже, чем 60 долларов за баррель нефти, ввести санкции, запретить все эти теневые флоты, по которым Путин спонсирует в итоге свою войну, и быть решительным в этом плане. Ну, что-то, видимо, еще тоже сдерживает экономические интересы наших партнеров. В Беларусь еще предлагаю сходить нам, Ольга, с вашего позволения, там продолжают прилетать какие-то загадочные шахеды, дроны, не только лишь взрываться. Лукашенко говорит, взрываем, да, по несколько, то есть нейтрализируем по несколько за месяц, взрываются, мы их ловим. Что это вообще происходит? Какова должна быть реакция Лукашенко и вот эти дроновые мероприятия, которые происходят в Беларуси? Сигнал от кого кому? Ну, мне кажется, Лукашенко должен понимать, что дружить с Путиным надо заканчивать, потому что дроны как-то все время куда-то не туда залетают. Надо сказать, что вообще Лукашенко совсем даже не устраивает Кремль, сколько бы он там не изображал горячую любовь, потому что Путин в нем не уверен. А Путин понимает, что Лукашенко хитрее, и он все время, у него получается обхитрить Путина. Поэтому, конечно, вдруг дрон вообще до Лукашенко долетит, и ему по куполу то и шмятнет. Так что внимательнее надо быть Александру Гулькорьевичу и думать о том, что рассчитывать на дружбу Путина не нужно. Нужно, наоборот, понимать, что от Путина можно ожидать любой подлянки. И, соответственно, к этому и относиться. Ну, наверное, не случайно. Тут вдруг мы от Лукашенко услышали странные прямо высказывания, что белорусский народ поможет восстановлению Украины после войны, сказал Лукашенко. С чего бы это? Это вообще, это просто что-то ненормальное, конечно же. Он считает, Лукашенко, что штаты делать этого не будут, а вот Беларусь поможет восстанавливать Украину. Действительно, после окончания войны они прям эту роль готовы над себя взять. Видимо, Лукашенко сам приедет и будет остроить даже в физическом, возможно, смысле. Также он подчеркнул, что руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им в первую очередь нужно будет восстанавливать страну с помощью близких им людей. Не просто так, прежде всего белорусов. Это с каких пор он опять стал близким, кроме того, как он территориально очень жаль близок и с его территорией первой миссии полномасштабного вторжения тоже наши головы летели ракеты. Вот это так близость от души. Ну, конечно, вот близко же территория, близкие люди, от близких людей близкие ракеты. Ну, вот вполне себе. Ну, и, кстати, мы же все знаем, что даже в личных отношениях самый большой урон наносят нам именно близкие люди. Вот и на белорусы как близкие люди нанесли самый большой урон. Ну, а все-таки с чем это заявление связано? Может, Лукашенко, как вы и говорите, понимает, что пора завязывать дружбу с Путиным? Именно так, именно так. Я больше ни на что другое не могу подумать, потому что в самом деле как-то уже Запад немножко успокоился, хоть и считает его самым правосглашенным президентом, но все равно уже как-то не так остро к нему относится. Он думает, ну, может быть, можно снова как-то, так сказать, предложить что-то другое. А от Путина, наоборот, дроны прилетают, то там Пригожинский Вагнер тут стоял, но вообще все, одни сплошные неприятности и опасности от Путина. Поэтому я уверена, что он какие-то и кивоки все время и на Запад пытается что-то сказать, и Украине рукой помахается. я тут и это просто я был под давлением, меня захватили в заложники. Это не я сам говорил, это моим голосом Путин разговаривал. Мы могли бы уже догадаться. А Запад, в принципе, наверное, и готов каким-то образом еще оставлять пути переговоров с тем же Лукашенко, ведь мы видим, что санкции не сильно ожесточены и не только лишь. Да, конечно, тем более, что как раз с Белоруссией ситуация отчасти полегче, потому что Запад понимает, как и с иммигрантами белорусскими поступать офис Тихановский работает достаточно хорошо, он помогает действительно людям быстро получать политическое убежище, как-то находить свое место в соседних странах, поэтому Западу кажется, что у него есть некий кнут на Лукашенко, но готов, наверное, и пряник показать. Главное, чтобы Лукашенко ничего, конечно, не понимал. Прости. Не показывал. Он просто такой любитель показывать, откуда готовится нападение, что я уже боюсь предупреждать. Это правда, это правда, поэтому, конечно, то, что Лукашенко в очередной раз, вот, мне кажется, в чемпионате по переобуванию на лету, вот Лукашенко держит просто первое место, и никто к нему не может приблизиться. Я просто не знаю никого, кто быстрее бы, чем Лукашенко, переобувался на лету. Все остальные, в общем-то, ну, ну, что это, давайте на Грузию посмотрим, ну, вот эта грузинская мечта, медленно и скорбно, то иноагенты, то и ЛГБТ, то ли дело вот с гиканем свистом Лукашенко, то так, то это, то так, то это. Да, и так уже три десятка лет, просто красавчик. Мы, конечно, иронизируем, друзья, если вдруг только что включили наш разговор, да, это такой очень, даже толстый сарказм. Ольга, спасибо вам огромное за эту беседу, за воодушевляющую и понятную, за ваши комментарии, за вашу позицию, конечно же, в первую очередь. Мы с вами увидимся уже через неделю, берегите себя. Всего хорошего. До свидания. Ольга Курносова, российская оппозиционерка, также политический аналитик. Меня зовут Ирина Узлова. Спасибо, друзья, что провели с нами это время. Благодарю, что смотрите всегда нас активно. Оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на YouTube. 24-го все эти действия добавляют нам настроение и позволяют нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Субтитры создавал DimaTorzok